Художники Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга и Наринмара объединились во имя Арктики и Православия. В экспозиционном зале Культурно-делового центра Арктика открылась выставка «Север православный». Знатоки изобразительного искусства привезли более 70 работ, посвященных истории русского православия в северных регионах страны. Открылась выставка выступлением специально приглашенного духовного квартета Свято-Трульцкой Сергии В. Лавры. И не случайно, ведь в этом году отмечается 700-летие Сергия Радонежского, основателя обители и преобразователя монашества Северной Руси. Север сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он не знал ни монгольского ига, ни крепостного права, что сказалось в мужественном, достойном и простом характере северян. Издревле северяне отличались уникальным духовным складом и миролюбием, что создавало особый характер и отношение к вере. Художникам своими картинами удалось показать эту особенность северного духа, а также красоту храмов и природы севера. Ведь большинство произведений написано с пленера, то есть с натуры. Вот эту святость мы и видим, запечатленную в устремлениях душ художников, которые так щедро дарят эту радость видения божественного мира, преображенного молитвой и святостью каждому из нас. Я, честно сказать, не ожидал, что увижу такие прекрасные, вдохновенные, глубокие работы, каждая из которых заслуживает самой высокой оценки, потому что в них вложена душа человека, могущая смотреть открытым взором на божественный мир и устремляться в этом видении к Творцу. Я желаю, чтобы как можно больше людей пришли посмотреть, приобщиться к этой действительно благодати и красоты. Чтобы как можно больше людей с помощью наших художников, их воплощенные молитвы, своих полотнах становились все лучше и лучше. Все художники, чьи работы экспонируются, члены региональных отделений Союза художников России. Их произведения прошли тщательный отбор художественного совета выставки, которые сотрудники выставочного зала готовились целый год. Помимо работ, представленных в технике живописи, графики на выставке также посетители смогут увидеть замечательные скульптуры и работы в технике горячей эмали. И специально для выставки «Северправославный» мы изменили график работы выставочного зала. С 1 по 19 декабря выставочный зал будет работать без выходных и без перерывов на обед, чтобы все жители, у кого есть возможность, у кого есть желание, пришли и полюбовались, потому что работы выставлены действительно уникальные. Художники Ненецкого округа не остались в стороне. Четверо выставили свои работы. Надежда Ваучейская представила несколько работ из Соловецкого цикла. К слову, первую поездку художницы на архипелаг организовал именно выставочный зал. Надеемся, что мы теперь еще поедем дальше, а то есть поедем уже с Сергеем Посадкой. Художник из Санкт-Петербурга Ольга Полякова написала портрет епископа Налинмарского и Мизинского Якова. Посетители выставки отметили поразительное сходство. Почетный житель Налинмара Светлана Федянова сразу обратила внимание на знакомый вид. Одна из картин изображает Кирилло-Белозерский монастырь, который находится в городе Кириллове Вологодской области. У меня дача в 7 километрах от города Кириллова. По шоссе на дороге проехать очень хорошо получается. То есть я бываю там абсолютно каждый год. Не ограничиваясь выставкой, организаторы приглашают всех желающих на первые региональные рождественские образовательные чтения «Князь Владимирский. Цивилизационный выбор Руси». В рамках проекта «Северправославный» 5 декабря преосвященнейший владыка Яков выступит с лекцией в выставочном зале культурно-делового центра Ненецкого округа. Надежда Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».